Теперь давайте немного доработаем интерьер выставочного зала и выполним его визуализацию. При помощи команд навигации настройте точку обзора внутри здания. Отключив временную разгруппировку, выберите наружные стены основного объема здания. Добавьте в выборку внутреннюю несущую стену и при помощи информационного табло примените внутреннее покрытие для внутренних поверхностей стен. Затем отмените выбор элементов. Теперь откройте панель окраски поверхностей. Эту панель можно использовать не только для замены, но и для добавления новых покрытий в проект. Введите в поле поиска слово «Паркет» и нажмите кнопку Enter. Выберите покрытие «Паркет 05». Как видите, оно помечено символом папки, указывающим на то, что этот реквизит находится в загруженной библиотеке каталога покрытий. Нажмите кнопку «Добавить в проект», а затем замените на «Польное покрытие выставочного зала». Сделайте двойной щелчок на этом покрытии, чтобы открыть диалог его параметров. В панели векторной штриховки примените штриховку «Настил 01» и нажмите «Ок». Теперь это напольное покрытие будет правильно отображаться и на планах полов, где у нас настроен показ штриховок поверхности перекрытий. Теперь добавьте в проект покрытие «Текстиль», «Ткань серая». Нажмите клавишу «Эскейп» и выберите любой объект сдува. В панели окраски поверхности сделайте щелчок правой кнопкой мыши на покрытие «Краска», «Бледный нефрит». И выберите все объекты, для которых оно применено. Выберите покрытие «Текстиль», «Ткань серая». Замените им краску «Бледный нефрит». И отмените выбор элементов. Наконец, примените покрытие «Краска», «Черная слоновая кость» для объекта рояля. И закройте панель окраски поверхностей. Чтобы сделать наш интерьер более реалистичным, давайте разместим в сцене несколько светильников. Стандартная библиотека ARCHICAD содержит большое количество разных источников света, позволяющих имитировать как внутренние и наружные светильники, так и различные эффекты солнечного освещения. Активируйте инструмент «Источник света» и откройте диалог его параметров. Если вы хотите пропустить следующий шаг, то вы можете применить избранные параметры накладного светильника, находящиеся в папке «Занятия 24». В папке «Внутренних светильников» выберите объект потолочного светильника. В панели параметров освещения на странице стиля светильника выберите тип 9. Перейдите на страницу отображения в модели и убедитесь, что маркер показа освещения не активирован. На странице параметров света и размеров светильника задайте 90% основную яркость. Выберите слой «Интерьер освещения» и нажмите кнопку «Ок». Разместите несколько светильников на нижней поверхности перекрытия галереи. Пожалуйста, обратите внимание на серый прямоугольник, упрощающий выбор плоскости привязки. Теперь откройте вид «Первый этаж», находящийся в папке планов этажей. И примените комбинацию слоев 0,8 «Визуализация». При помощи опорных точек и линий привязки отредактируйте расположение светильников. Продолжение следует... При необходимости создайте копии уже размещенных объектов. Завершив эту операцию, вернитесь в 3D-окно. Обратите внимание на восклицательный знак рядом с названием вкладки. Его появление указывает на то, что параметры сохраненного вида этой вкладки были изменены. Если мы сделаем на ней двойной щелчок, то параметры вида будут восстановлены, чего сейчас делать не следует, так как мы еще не сохранили интерьерный вид. Снова откройте диалог параметров источника света, чтобы добавить светильник над роелем. Если вы хотите пропустить следующий шаг, то вы можете применить избранные параметры подвесного светильника, находящиеся в папке занятия 24. Выберите объект подвесного светильника. На странице параметров светильника выберите на свое усмотрение плафон и крепление. Затем активируйте страницу параметров света, введите в поле основной яркости значение 90 и настройте красный цвет освещения, чтобы несколько выделить зону рояля. Нажатием кнопок ОК закройте оба диалога. Наведите курсор на нижнюю поверхность балки над роелем и сделайте щелчок мышью. Теперь выберите этот объект, щелкните на его нижней центральной узловой точке и при помощи команды изменения высоты увеличьте длину подвеса. Затем отмените выбор светильника. Сейчас все готово для визуализации интерьера. Откройте панель параметров визуализации, деактивируйте маркер детальных настроек и выберите сцену Освещение интерьера дневное быстрое. В панели настроек визуализации задайте для яркости солнца значение 30, а яркость светильников увеличьте до 100%. Эти регуляторы по умолчанию отражают сохраненные параметры освещения сцены, но перемещая их, вы легко можете повысить или понизить яркость сразу всех источников света того или иного типа. В панели окружающей среды выберите настройку погоды – голубая ночь. Теперь нажмите кнопку визуализации сцены и закройте панель параметров визуализации. По окончании визуализации сохраните этот вид под именем «Интерьер Синерендер».